Всем добрый-добрый день! Порядочек в домике очередной раз за сегодняшний день наведен. И я запускаю малышей и мамочек. Давайте, мой хороший. Заходим, заходим. Так, вот это все в скирочку у нас уходит. А чистота и порядок наведен. Итак, всем добрый-добрый день. Сегодня у нас... Какое у нас сегодня число? 21 июля 2024 года. Кого тут задница-то мокрая? Погуляли наши малыши, навела порядок. И сейчас будет видео. Кому интересно, оставайтесь с нами на нашем канале, чтобы посмотреть, как живут наши маленькие собачки породы Чихуахуа. И здесь у нас с нами есть той пудель Гамлет, который прекрасно освоился в ясельках и передает всем привет. А также вы узнаете новости нашего питомника. Итак, всем добрый-добрый день. Мама лаванда намывает малыша ската. Моет ему. Потому что его жопка уже где-то окунулась на улице в воду, пока мы гуляли. Да, мамочка умывает. Посмотрите, какая умница. Итак, еще раз всем добрый-добрый день. Прекрасного настроения. Как нравится малышам. Вы посмотрите, когда чистенькие подстилочки, грязные пеленочки и подстилочки. Сейчас я унесу в стирку. Детки, 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 детки. Там, где у нас еще не все собачки зашли. Ну, такой процесс уборки. Так, ну и давайте. Итак, уже на этой неделе от нас уедут несколько щенков из этих яселек. Поэтому мы с вами с большим удовольствием пронаблюдаем за их игрой. Это вот эта красивенная кремовая с белым девочка Ирма. То есть, это весь помет от нашей Жасминки и Елисея. Детки все нашли свои семьи. Вот эта хулиганка Виктория, которая тянет одеяло. Ей очень нравится черноподпалая сестренка Ирмы. И два мальчишки, которые поедут в одну семью и которые еще не прибежали. Детки, 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 детки. Конечно, тут вон мама Инга вас развлекает. Это Яков и Афанасий. Вот они. Это Афанасий и а вон Яшка. Яшка, Чебурашка. Где мои золотые? Жасмина, заходим. Привет, привет. Привет, Любава. Эти детки у нас уже нашли свои семьи и поедут в новый дом уже на будущей неделе. Вернее, на этой неделе. Ну, будут еще видео, естественно. А пока мы с вами продолжим. Итак, есть детки, которые у нас зарезервированы. Это Любава. Вот эта вот красотка Любава передает маме свои привет и поедет чуточку-чуточку позже. Еще через недельку. Вы все копки свои намочили? Малышка Мидия тоже передает своей маме привет. Скажи, вот она я, вот она я. Самая маленькая девочка из нашего самого младшего помета. Тоже после второй вакцинации покинет наш дом. Владельцы сами приедут ее забирать, так как они будут тут недалеко жить, чуть-чуть от Крыма. Так, и, 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 что я хотела рассказать, что я хотела рассказать. Гамлет прекрасно освоился, замечательно веселится. Знаете, как в детском саду. Сначала страдал и плакал. Заберите меня немедленно. Но сейчас ему, конечно же, здесь весело. И в наших активчик. Этот мальчик не продается. Это для тех, кто не знает. Этот мальчик куплен наш питомник для наших девочек-пуделяшек. Лавушка легла. Слушайте, наконец-то чуть-чуть спала жара. И вот я хожу и чуть-чуть прохладный кафель. Но не сильно. Вот, пока не включаю, потому что все-таки на улице 29 сегодня было. Не знаю, как днем. Но в тени, естественно. Так, ну что. Давайте к новости нашего питомника. Значит, еще один малыш у нас нашел семью. Сейчас мы его с вами найдем. Это не так просто. Почему? Догадайтесь, интрига. Эх, да. Это у нас малышка Миди. Так, два цвета. Два цвета. Горит, но все равно. Так. Значит, мы его найдем. А найти его немножко сложно, потому что он черного окраса. Это я уже вижу у нас здесь играет корсар черно-белый красавец. И его братишка Скат. Нет, не он. Это у нас кто? Баракуда? Давай посмотрим. Это Баракуда. Тут же не только мальчишки, тут еще и девчонки. Это Баракуда. Это девочка. А вот здесь у нас кто веселится? Это вижу Акулина и Кит. Мальчик, найдися. Мальчик, найдися. А мне нужно найти. Сейчас найду. И тогда покажу. Посмотрите, что она делает. Это Баракуда. Вот, что значит морские ребята. Посмотрите, что они делают. Нет, ну ты представляешь, ты что делаешь? Просто копает водить. Там ничего не плавает. Баракуда, ты пловчиха. Сейчас вытру. Секунду. Так, водичку протерла. А то сейчас будут опять все мокрые. Ничего в этом, конечно, страшного нет. А тут и нашла я деток. А ну заходим. Чунь-чунь-чунь-чунь. На, 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 на. Скорей, скорей, скорей. Так, веди давай брата своего. Веди. Бегом. Опа, посмотрите. Веди своего брата, говорю. А он гуляет мне здесь. А он здесь гуляет. А что он грызет лучше, этот брат? Расскажи мне. Так, заходим, заходим, заходим. Обратненько. Вот он, хулиганчик. Вот он, хулиганчик. Так. Трум-трум-брум-брум-брум. Итак, это мальчик по кличке Катран, который нашел свою семью. Ах ты ж. Так, я его все-таки поймала. Это малыш Катранчик, который нашел свою семью и уже после второй вакцинации и карантинчика поедет в новый дом, будет жить в Москве. Поздравляем владельцев с приобретением нового члена семьи. И хочу напомнить, что в нашем питомнике продолжают искать своих самых лучших и ответственных владельцев детки, которые уже готовы к переезду. Под этим видео будет ссылочка на альбом цены на наших щенков. И добавлю ссылочку на акцию нашего питомника. Сейчас хочу напомнить, в нашем питомнике есть щенки, которые продаются по акционной цене от 50 тысяч. Те щенки, которые уже готовы к переезду. Прям вот бери, люби и радуйся. Добро пожаловать за счастьем. Возможно, кто-то давно хотел купить щенка, но не мог позволить себе. То сейчас цена на некоторых щенков снижена на 50%. Разряжаем ряды питомника, так как, почему, знаете, уже очень-очень скоро. Это никак не зависит от щенков. А решение лично мое. Первый раз из-за истории нашего питомника я делаю на очень много щенков, которые уже подросли, которых уже не надо резервировать. Вы его оплачиваете, он едет к вам. Доставка оговаривается по всей России. А также есть индивидуальная доставка за границу, но скидки за границу на собак нет. Это время, а для того акция это и сделано. Ну, время для отправления, для отправки. Акция для того и сделана, чтобы быстрее разрядить ряды нашего питомника. Но быстрее это не говорит о том, что я готова, куда попало, кому попало, отдать своих щенков. Также я не предлагаю щенков перекупщикам, а это должны быть обычные владельцы, которые понимают, что собака это любовь на всю жизнь. Для любви, для радости, для обожания, для счастья, которое может подарить воспитанный сладкий щенок из нашего питомника. А это так нравится Прометею, этот мини-мальчик у нас продается. Да, и он входит сейчас в скидки, продается за 100 тысяч рублей. Старая цена 130, 150, 130, но акция закончится, как только я решу, что акции стоп. Поэтому акция не бесконечна. Уже очень много малышей у нас нашли свои семьи. Благодарю вас, владельцы, которые уже нынешние выбрали в нашем питомнике себе дружочка. Благодарю за доверие. И еще раз хочу напомнить, что каждый щенок из нашего питомника выезжает только полностью привитым, чипированным. После полной вакцинации я не отправляю щенков без пройденных вакцинаций, карантинов и обработок. Считаю это несерьезным. Так, я закрыла, чтобы вы не убежали. А тут, оказывается, у нас еще гуляки были. А, ну давай, заходим. Конечно, как всегда, медиа-медяйка. Медиа-медяйка. И зона такая голая, красивая. Приставушка яшик, сладость наша. У нас хороший выбор. Есть девочки и мальчики. Больше и меньше. Крупный стандарт, стандарт. Мелкий стандарт и даже мини. Поэтому выбирайте. Все щенки продаются здоровыми, воспитанными, приученными правильному питанию. Воспитанные профессионально, полученные только нашими производителями. Это кит. Поэтому добро пожаловать за счастьем. И если вы еще не решились или пока не можете по каким-то обстоятельствам, либо просто пока у вас есть животное, вы не планируете никого заводить, но вам нравится наблюдать за жизнью наших собачек, добро пожаловать. Подписывайтесь на наш канал. Здесь вы не увидите агрессии. Я считаю, что эта милота должна радовать душу. Да, не без проблем. Все в жизни бывает. Живые существа. Но мы стараемся дарить радость и себе, и нашим зрителям, нашим подписчикам, которые ждут наши видео. А также я озвучиваю, как ловочек и владелец. И озвучивают Инга. А сейчас кто-то получит. А вот так вот точно нельзя. Инга все своих этих крутышей. А ей все равно. А ей все равно. Ах, это лазурька. Детки играют, общаются. Это не агрессия. Да, хочу отметить очень часто, когда собаки рычат, пищат. И что-то там вытворяют. Многие думают, что они живые и агрессивные. Нет, ребятушки. Это собаки, животные, которые между собой общаются. И другим способом, как ры и кусь, это не бывает. Да, Викуся? Да, Викуся. Да, Викуся моя. Да, да, да. Вот, поэтому еще раз хочу напомнить, что в нашем питомнике предлагаются щенки чихуахуа. Хотя наш питомник занимается, мой питомник, той пуделями у нас и были, и будут в будущем. Но еще не скоро Мальтипу. Вот, в следующем году только, не ранее. Но сейчас у нас продажи только чихуахуа. Все остальные растут, готовятся. Каждая собака проходит выставки, племосмотры. Допуски имеет обязательные. После экспертизы экспертами. Каждый щенок проходит актировку. Актировка это осмотр собаки, зоотехникам клуба на дефекты. Если у щенка есть какие-то дефекты, недостатки, которые не влияют на жизнь. Это однозначно на здоровую жизнь собаки. Я обязательно это указываю. Для выставок разведения щенков в подсосном возрасте или в возрасте 2-3 месяцев я не предлагаю. Могу только сказать перспективен ли на данный момент щенок или нет. Предлагаю тем, кто ищет для выставок разведения собаку, покупать в более осознанном возрасте и понимать, что ни один заводчик здравомыслящий вам не даст гарантии, что этот щенок, например, будет выставочный и племенной. Это все условно на сегодняшний день. Если у щенка прикус пока под контролем, например, мы наблюдаем, либо идеально, пожалуйста, но все может поменяться. Это декоративная собака. Перед тем, как вы этим интересуетесь, почитайте, пожалуйста, по породе, например, чихуахуа, если вы чихуахуа интересуетесь, стандарты породы. И не забывайте, что спросить, сколько будет весить во взрослом виде эта собака, тоже условно, даже отталкиваясь на их родителей. То есть это еще ни о чем, потому что это генетика, есть и братья, и сестры, и тети, и дяди. И щенок может вырасти и крупнее, чем родители, может также остаться и мини. И основной рост заканчивается в 4-5 месяцев, но вес собака набирает дольше. Ну и плюс еще содержание, правильное питание. Еще раз хочу сказать, что каждый владелец моего выпускника получает подробные консультации, мои собственные рекомендации, которые носят рекомендательный характер. Если вам они не подходят, вы можете их не использовать. Но я делюсь только своим опытом, никого не навязываю, не настаиваю. Только из своего опыта делюсь тем, что на самом деле пережила и знаю. Я не беру информацию из интернета или из других питомников и с вами там, например, делюсь, да, и говорю это хорошо или плохо. Только тем, чем я пользовалась. Какими пеленками, каким кормом, какими мисками, да, боже мой, каким кафелем я пользовалась, я могу порекомендовать. Все остальное это так где-то, как я люблю говорить, одна баба сказала. Для меня это не стопроцентный вариант. Также я не занимаюсь рекламой. Если мне мои щенки и взрослые собаки кушают эти вкусняшки или это мясо, этот рецепт, да, то я говорю, да, нам подходит. Мы пробовали, всем собакам подходит. У меня нет собак с аллергиями, с болезнями. Вот, и получается, что ко мне обращались по поводу рекламы, чтобы я рекламировала, рекламировала какие-то корма. Я еще раз повторяю, я не рекламирую ничего и никого. Ну, рекламировать то, что может навредить животным, а корма это всегда вопрос, да, качество корма, производство. Это только методом проб и ошибок, да, мы доходим. Возможно, это хороший корм, но хорошее, а, в котором нет, допустим, сладковых, но есть мясо, я всегда отвечу одно. В мясе мясо, в кормах мяса нет, мои хорошие. Мясо, да, мне там сублимированный продукт. Изучайте, из чего состоят корма, да, они сделаны для нашего с вами удобства, но ни в том случае не для удобства и здоровья собак. Здоровая собака, это хищник, да, это хищник, который кушает видотипичное питание. Так, на этом я, об этом у меня сказано очень много. Пожалуйста, проходите, смотрите, в моих плейлистах есть такой альбомчик важное, нужное. Листайте, смотрите, находите для вас интересующуюся вас, интересующую вас информацию. Вот, и если вам нравится прислушиваться к моим советам, добро пожаловать. Если, ну, нет, у каждого есть, конечно, право думать по-другому. Никто никого не запрещает. Делайте свой канал, рекламируйте, показывайте себя. Рассказывайте о своей жизни, о своих питомцах. Возможно, когда-то на вас подпишутся и будут прислушиваться к вашему мнению. Все, ребяточки, нужно мне бежать. Всем пока и до новых видео, до новых встреч на нашем канале питомника Кастропула. Люблю, обнимаю. И пусть исполняются все самые добрые, заветные желания. Если вы с нами, просмотрев эту веселую колхотню. Да, это у нас опять пошла игра. Это вот так вот залазят под диванчик и оттуда гав-гав-гав. И отсюда, и оттуда. Всем любви, добра и до новых видео, до новых встреч. Улыбайтесь, будьте счастливы.